Всем привет! Меня зовут Юрий Спивак, я основатель школы, онлайн-школы репетиторов. Единственное, что я не учу репетиторов, как преподавать, зато я учу репетиторов, как зарабатывать деньги на том, чем они занимаются на своих занятиях. В том числе я учу, как выйти в онлайн, то есть как им проводить по скайпу занятия, в том числе как вести вебинары и как развивать свой личный бренд. Это все темы, которым я обучаю репетиторов. Я начал в августе 2018 года, за это время, вот сейчас прошло чуть больше года, за это время около 2200 репетиторов прошли мое какое-нибудь платное обучение, начиная от покупки книги, заканчивая премиум-курсом. И больше 15 тысяч человек прошли мои бесплатные какие-то вебинары, ну и прочие там курсы бесплатные. Кто хочет, может найти интервью моего акселератора и Саше как раз. О том, как я все это начал, если кратко сказать, то я запартнерился с человеком, у которого на тот момент была большая база преподавателей, но он не продавал преподавателям никакого обучения, то есть у него другой бизнес просто. Вот, и мы начали с ним вместе этот проект, потом мы с ним договорились, и он вышел из этого проекта, я продолжил сам. По сути, я начал сразу с большой базы, именно вот через партнерские взаимоотношения. И я как раз в этом интервью очень в целом подробно рассказал, что нужно делать, чтобы с нуля абсолютно точно такие же партнерские отношения найти для себя. Поэтому это по-прежнему кейс из-за разряда без мамы, папы, кредитов. Несмотря на то, что я нашел партнера, но я его нашел. То есть я его искал специально, тестировал программы и так далее. Так я нашел свою нишу, и я понял, что... Ну, у меня хорошая ситуация, да, я очень профессиональный именно в этой теме, потому что я сам репетитор в прошлом, потом основатель курсов «Хочу знать в Москве», курсов для школьников. Также я сделал несколько проектов онлайн-обучения тоже для школьников. И, в общем, я вдоль и поперек всю эту тему прошел. Я суперпрофессионал в этой теме, и, в принципе, я сейчас единственный, кто делает курсы для репетиторов в этой теме. И я думаю, что даже если кто-то сейчас захочет, он просто не сможет меня догнать, потому что то, с какой скоростью я двигаюсь, это практически, я не знаю, недоступно для простых смертных, потому что я очень много работаю. Вот, я очень много создаю продуктов. Первое, что я стал делать с базой, это пробовать разные продукты. Я стал предлагать и короткие какие-то вебинары просто, разовый вебинар платный, и интенсивный из двух вебинаров, и курс из четырех вебинаров. Я пробовал разные продукты, таким образом я узнал базу. И я понял, что я могу конкретно продавать. У нас получилось сделать за первый месяц 500 тысяч рублей выручки. Это просто с одного курса мы запустили. За второй месяц, когда я уже много продуктов пробовал, получилось сделать около миллиона трехсот, плюс-минус, выручки. И дальше, в общем, все зависело от моих экспериментов. Были месяцы и похуже, там, где было 800 тысяч где-то выручки. Был хороший очень месяц, когда я запустил годовую программу, это практически 2 миллиона была выручка. Вот. А потом я захотел все это систематизировать и, ну, профессионально уже подойти к построению именно онлайн-школы полноценной, с кураторами, и, в общем, чтобы все серьезно было. И поэтому я пришел в феврале 2019 года в «Акселератор». И вообще материалов очень много было в обучающем курсе «Акселератора». И я всегда как бы подхожу к обучению так, что я выбираю самое вот нужное мне здесь и сейчас. И так получилось, что самое первое, что мне было очень ценно, это материалы про продажи с вебинара, потому что я считаю, что я только благодаря этим материалам, это, там, по сравнению со всем объемом материала «Акселератора», это, там, ну, совсем маленькая крошечная его часть. Но именно вот эта крошечная часть полностью окупила для меня все обучение в «Акселераторе». Это произошло где-то на первый-второй месяц со старта обучения в «Акселераторе». И потому что я перестроил свой продающий вебинар, и реально я увидел крутой результат, потому что я впервые тогда стал продавать прямо с вебинара. То есть прямо на… Раньше так не делал, раньше я проводил вебинар, и в течение какого-то времени люди там покупали, да, ну, там ограниченный срок, понятно, все. Но вот тут я первый раз продавал прямо на вебинаре. То есть кто купит прямо в течение прямого эфира, тот там получит еще какие-то бонусы, и вот люди покупают, да. Я тогда научился продавать с одного вебинара где-то на 300 тысяч. Ну, это прям неплохо. Вот. И второе, то, что я сразу взял на вооружение, это систематизация самого курса. То есть когда я раньше проводил свои курсы, это все происходило в прямом эфире. Я вел вебинары, между вебинарами там были какие-то домашки, и, в принципе, я эти домашки особо не проверял, то есть они, ну, больше такой номинальный характер носили. И просто, ну, вебинары. Я понимал, что курсы мои хорошо заходят, темы хорошо заходят, но я, ну, не хочу проводить потоки заново. И еще я тогда не делал как бы одну тему, да, я делал сразу много разных тем, и я понимал, что если я захочу это повторять, ну, то это прям, ну, жесть, очень много всего нужно делать. И, а с другой стороны, как бы уже понятно, что очень много записанного контента, поэтому имеет смысл этот контент просто систематизировать. И вот что точно мне дал акселератор, и своим примером, потому что я проходил обучение, я видел, как можно делать профессиональное обучение, и контентом обучающим непосредственно, который меня обучал, как делать курсы, я перестроил обучение в своей школе. И я автоматизировал тогда впервые весной, по-моему, в апреле первый курс я запустил, именно уже без моего участия. Это курс с кураторами, который уже как бы записи моих вебинаров были порезаны на отдельное видео, разбито все по модулям, данные домашние знания, я записал вводные уроки к каждому модулю дополнительно, ну, там по 5 минут буквально, вводной части. И кураторы уже полностью с тех пор стали вести мои курсы, а кураторы — это успешные выпускники моих курсов. И вот с этих пор началась автоматизация. И это, конечно, стало очень хорошо, потому что практически моего времени непосредственно в обучении уже, ну, не нужно было, ну, совсем мало. То есть какие-то новые вещи, когда я делал, я, безусловно, в это вкладывался. Вот, но в целом, можно сказать, я уже очень много контента создавал. Здорово, что я поработал первые полгода очень усердно над контентом, потому что это создало прям целую базу того, что я сейчас могу использовать. Кстати, можно посмотреть на эту страницу. Это вот, ну, в принципе, вот тут я к этому и подведу, наверное, что когда я собрал все воедино, то есть я понял, окей, вот у меня есть такой контент, такой контент, есть такие курсы, такие, вот они автоматизировались. А не сделать ли мне из этого одну большую годовую программу? Ну, задача какая была? Во-первых, я понимал, что когда репетиторы уже готовы морально к тому, чтобы начать учиться, то зачем, как бы, каждый раз вот этот, повторять этот процесс? Как-то мотивировать на покупку или еще что-то? Если репетитор готов учиться, почему бы сразу не учиться в годовой программе? Да, это будет дорого, ну, это будет дороже, да, чем отдельные курсы, но это будет годовая программа с полной поддержкой в течение года. И, в принципе, опять же, здесь в качестве примера для меня был акселератор, потому что, ну, мне очень нравилась концепция. Люди, которые приходят в акселератор, это те, кто уже сразу заряжены не на что-то там, а на какие-то краткосрочные знания получить вот там что-то за месяц и побежал дальше, да, а это полное погружение в построение своего бизнеса в виде онлайн-школы. В принципе, с репетиторами та же история, полное погружение в построение своей карьеры репетитора. И я собрал из всех мелких деталей единую программу. Вот мне интересны, на самом деле, вот эти сценарии, потому что акселератор, у него обратный сценарий. Сначала собирается полная годовая программа, теперь в акселераторе появляются отдельно какие-то элементы, которые тоже и продаются отдельно, можно пройти отдельно. У меня это с другого конца, да, был заход. Это лендинг, на котором описывается моя программа. Кстати, можно обратить внимание, что этот лендинг, он не идеальный абсолютно. Вот эта картинка я сейчас вам показываю. Я сам думаю, что за жесть вообще. Надо поменять. Вот. Но знаете, чем мне нравится? Давайте смотреть. Мне вот сейчас тошнить будет на это смотреть, но я буду все равно вам показывать. Вот. Вот когда, как бы, мы это видим, вот это нам позволяет смотреть в корень. Представляете, вот это продает. Это феномен такой. Это продает. То есть, главное, на самом-то деле, не обложка, хотя она имеет значение, безусловно. Вот это надо переработать, потому что, конечно, это никуда не годится. Но нужно смотреть также на результат. То есть, это программа, которая на текущий момент реально продает, да, и лендинг, который продает. Понимаете, что он сам по себе не продает? Сейчас покажу, что именно продает, да. Здесь-то в целом люди просто, потенциальные клиенты смотрят, как бы уже детали какие-то, да. Вот. Ну вот, кстати, давайте посмотрим, что теперь входит в программу годовую. Четыре больших курса. Девять интенсива. Десять вебинаров. Сообщество смарт. У меня сейчас в нем 200 репетиторов состоит, да. Это платное сообщество, закрытое. В него можно попасть только либо в отдельные окна, когда оно открытое, либо через покупку моих курсов. Коучинг-группа. Два живых тренинга. Бизнес-путешествия. Ко мне репетиторы приезжают в Испанию. Я в Испании живу сейчас. Вот. Ко мне приезжают в Испанию. В Италии мы проводили, в Милане летом бизнес-путешествия. Четыре встречи в Москве. Я иногда приезжаю в Москву, провожу бизнес-ужин с репетиторами, которые проходят годовую программу. Конференция «Монетизация образования» тоже. Вот я сейчас буду проводить осенью. Все это входит теперь в годовую программу. Здесь подробнее про курсы, которые у меня есть. Генератор денег репетитора, репетитор на миллион, онлайн-репетитор, стратегия жизни, ну и так далее. Да, вот все детально описывается, что у меня есть в годовой программе. Есть лайфхак. Не все из этих материалов, кстати, я провожу к некоторым, я подключаю, особенно к вебинарам и интенсивам, я подключаю своих же учеников, которые крутые профессионалы в чем-то вот одном разобрались и могут этим поделиться. В частности, это там вебинар про Феру. Это одна из тех площадок, где получают учеников репетиторы. И, соответственно, подробный вебинар о том, как пользоваться этой площадкой от репетитора, который занимает пятое место среди всех репетиторов, вообще всех репетиторов в России на этом сайте, и первое место среди репетиторов информатики, безусловно, такой вебинар пользуется спросом. И проведение такого вебинара выгодно и для меня, и для такого репетитора, кто поделится своим опытом. Ну, это вот все. Дальше книги. Я выпустил книги тоже для репетиторов. У меня сейчас уже больше даже книг, на самом деле, чем здесь. Сообщество репетиторов. Ну, вот все то, что я вам сейчас показывал, все здесь. Вот эта страница сделана на простом конструкторе, который входит в общий набор функций платформы GetCourse. Платформа GetCourse, вот на ней я сейчас нахожусь, видно панельку слева администраторскую. Платформа GetCourse, она как раз создана для владельцев онлайн-школ. То есть здесь можно выстроить все процессы, и рассылки, и тренинги, ну, то есть курс сам выстроить, да, и участники смогут им пользоваться. В частности, можно сделать лендинг. Вот я могу нажать «Редактировать страницу», и мы увидим, что все те элементы, которые сейчас мы с вами смотрели, они все вот здесь. Сейчас интернет прогрузится. что все они редактируемы прямо в редакторе. То есть я вот все эти элементы, как конструктор собирается, могу вот здесь подправить какой-то текст, если мне нужно. Картинку вот эту я поменяю сейчас после этой встречи. Ну, точнее, я дам задание своему помощнику. Но, знаете, я вообще придерживаюсь той философии, что я вот нанимаю сотрудников после того, как я сам во всем этом разобрался. Это вряд ли целесообразно в качестве долгосрочного пути выбирать, потому что в какой-то момент уже не обязательно так делать. Можно нанимать сразу профессионалов. Но так как в этих вещах несложно разобраться, то лучше всего самому это быстренько пройти, посмотреть, как конструкторам это все собирается. Можно любую картинку вставить, вместо этого текст поменять. В общем, все здесь абсолютно четко регулируется. Вот. Так, сейчас я назад вернусь. Вот. И вот цены на пакеты. Кстати, можно здесь посмотреть. Вот здесь те цены, которые видят сейчас все. 59 900, 99 900, 189 900 — это цены на мои годовые программы в трех разных пакетах. Ну, в зависимости от того, что у них ходит. А если мы зайдем в редактор сейчас и посмотрим ближе к этим ценам, мы увидим здесь секретик, о котором я чуть позже еще скажу. Сейчас. Вот, значит, вот мы видим эти цены, все хорошо. А что это такое тут спряталось внизу? Ага, это цены в два раза меньше. Это скрытый блок. Вот здесь можно настроить видимость. Нажимаю сюда и посмотрим, кому же он видит. Скрывать, так, показывать, если пользователь находится в группе путь репетитора, годовая программа со скидкой. То есть это специальная группа для участников, группа внутри моей CRM-системы. То есть самим пользователям никуда вступать не надо. Это я их в определенный момент времени я покажу, в какую-то добавляю в эту группу. И они будут видеть эти цены акционные и не будут видеть, наоборот, этот блок. То же самое вот здесь есть два блока. Время действия акции ограничено. В одном из блоков написано. Вот он будет виден именно тем, у кого будет в этот момент акция. То есть, соответственно, вот такие штуки, бонусы тоже, да, они видны не для всех. Бонусы только во время акции. Если мы вернемся обратно на страницу, мы увидим, что никаких бонусов здесь нет. Сразу пошли отзывы после пакета. Ну, в общем-то, вот это все очень просто устроено. Так выглядит моя годовая программа. И сегодня я хотел показать вам, как выглядит видеокурс бесплатный, с которого я как раз-таки продаю годовую программу участникам этого бесплатного курса со скидкой. То есть, вот с этой акцией. У меня есть страница специальная, тоже созданная там же. Тоже в Get-курсе созданная страница, в которой анонсирован курс, бесплатный видеокурс «Путь репетитора. Как с нуля создать большой поток учеников, выйти в онлайн и продвигать личный бренд». Обратите внимание, вот это специальное такое поле, оно есть в настройках этого сайта. Тоже, если в редактировании страницы зайду, я его вижу, как это настраивать. Вот эта штука меняется каждый день. То есть, мы сейчас можем посмотреть. Вот мы это видео пишем 21 октября. А, соответственно, здесь специальный оператор, такой стоит, так называется, такая штука, который будет всегда здесь выставлять дату завтрашнего дня. То есть, когда бы человек не зашел на эту страницу, он будет видеть, что завтра начинается этот курс. Ну и здорово, да? Он может на него подписаться. А у меня выстроен специальный автоматизированный процесс, который запустит для любого человека, который запишется через эту форму, запустит специальный процесс рассылки писем. Я его покажу, как он выглядит. Ну вот здесь дальше описание этого курса. Я думаю, что здесь тоже не так важно. То есть, да, небольшой такой лейнинг, очень простой, делается за час. Любым вообще человеком. У меня, кстати, есть интенсив. Где он? Сейчас покажу. Создание сайта, да? Вот я, например, репетиторов на этом интенсиве учу за два дня, как за две встречи, два вебинара по два часа, учу, как создавать на конструкторе сайта. И там выходят репетиторы по 50-60 лет, в том числе участники. И ничего, спокойно учатся, как на конструкторах создавать сайт. Поэтому в рамках акселератора вы тоже с этим сможете очень быстро разобраться и в рамках бит-курса, в котором это все устроено тоже. Вот. Ну что, покажу тогда процесс, что происходит с человеком, когда он записывается на мой видеокурс. Происходит с ним следующее. Вот я могу зайти сейчас. Это уже моя админ-панель. Я перехожу в процессы. И в бит-курсе есть такая вот штука процесса. Вот я могу посмотреть. Вот у меня путь репетитора, бесплатный курс. И вот можно зайти в сам процесс. Он выглядит громоздко, но на самом деле это очень простая цепочка. Просто здесь последовательно много-много писем. Можно посмотреть. Здесь 20... А, не, ну это, наверное, немножко блоки по-другому нумеруются. Короче, здесь, ну, действительно, штук 20 писем. То есть мы сейчас посмотрим. Вот начало работы. Я не буду тогда подробно, наверное, здесь рассказывать. То есть, в принципе, любой человек, кто захочет погрузиться в процессы, сможет разобраться, как здесь все устроено. Я, наверное, по сути объясню, что это означает все. Вот таким образом можно добавить любой блок сюда. Вот это все, это блоки какие-то. Выстраивается последовательная цепочка того, как все, что будет происходить с человеком, будет происходить автоматически. Давайте, наверное, я сейчас уберу эту картинку, чтобы вы не пугались. И еще раз просто объясню, наверное, я на пальцах объясню, на словах, что происходит с человеком в принципе, когда он сюда записывается. Раньше не было никакого у меня автоматизированного процесса. Кстати, я люблю вот все строить из камней и палок сначала, а потом только улучшать. Вот все, что вы видите, это уже какой-то подход мой, энный, к тому, чтобы улучшить курс Путь репетитора, в частности, автоматизировав его полностью. До того, как эта автоматизация появилась, через этот курс прошло около 4 тысяч человек. Прежде чем я его автоматизировал. До этого я все делал руками. Как я это делал? Я выставлял здесь дату, скажем, ну не знаю, если сегодня 21 октября, там 7 дней прибавили, 28 октября начало, люди записываются, собираю в список, а потом просто начинаю в рассылщике писем, ну тут даже в гет-курсе есть рассылщик писем, но я это делал, там до этого с другого рассылщика, не суть, важно. Я начинаю рассылать вручную письма. Там, 28 октября пришло первое письмо. Вот вы подписались на курс, все, сегодня старт, вот вам первое видео. И там ссылочка на страничку с видео. Второй день, да, я всем высылаю письмо. Ребята, вот вчера вышло первое видео, не забудьте его посмотреть. Третий день, я высылаю всем письмо, вышло второе видео, да, и так далее. Получается, что через день высылалось три видео. Там первый день, второй, напомнили, третий день, пятый день. Это вот три видео. Потом на шестой день четвертое видео приходит, бонусное, где я рассказываю про детали моей годовой программы, да, человеку, который смотрел до этого три полезных, бесплатных видео. Они длятся по часу примерно каждое. Ну, в принципе, я тоже могу показать сейчас, если это все недолго для данного контента будет. Так вот, значит, четвертое бонусное видео, и после этого запускается, ну, дальше письма идут, типа, сегодня начинается у нас особый период продажи по акционной цене годовой программы. Это после четвертого видео. И этот особый период это всего лишь три дня. И в течение четырех дней приходят тоже письма. В первый день там два письма, во второй день два письма, в третий день три письма. Кстати, не бойтесь никогда присылать много очень писем тем, кто подписался на что-то бесплатное ваше. Люди уже изъявили желание. Нужно максимально дать, максимально разогревать самых горячих. Вот что. То есть, нужно ориентироваться на тех, кто все читает, все готов читать, все готов погружаться в это. Для них много писем не будет. А для тех, для кого их много, и они, типа, отпишутся, да, они ничего не купили бы и так. Поэтому не бойтесь присылать письма очень много вот таким людям, кто подписался сейчас на бесплатный курс. И, значит, я отправляю все эти письма. Даже после этого еще не заканчивается. То есть, все там, значит, акция закончилась, все. Я после этого присылаю, хорошо, вам не подошли вот такие пакеты. Я вам показывал, да, там пакеты 29 тысяч, 49 тысяч, 89. У меня есть меньше пакеты, более маленькой конфигурации. Можно и за 10 тысяч купить пакет, там просто меньше продуктов. То есть, я и так еще, да, добавляю. И в целом, я не помню точно, по-моему, там 18 дней длится вообще вот все путешествие подписчика этого курса. Приходят эти письма. И раньше я их отправлял вручную, просто вот каждый день, да, там отправляю, так, ага, вот этой группе пользователей все пошло. И только потом я это автоматизировал. Теперь происходит так, когда человек попадает в эту воронку, то есть, когда человек записывается на курс, ему по очереди приходят письма. Ну, вот так на это не обращайте внимания, это неважно, потом это уже детали. Вот приходит первое письмо, здесь отдельная рассылка на почту идет отдельно во ВКонтакте, если человек оставил свой аккаунт. Поэтому здесь два письма таких, значит, на почту и ВКонтакте. Идет задержка на сутки, отправляется новое письмо. Идет задержка на сутки, отправляется новое письмо. Идет задержка на сутки. Ну, то есть, все то же самое, что я делал руками, просто теперь за меня это делает GetCourse. И это хорошо. Потому что, ну, я прям выдохнул. У меня сотрудник один просто сидел тупо на этих рассылках. Когда мы еще стали параллельно потоки в этот путь репетитора запускать, то есть, было такое, что, как бы, ну, один поток запустился, он идет. Потом через неделю второй запустился, вот еще идет. Через неделю третий запустился, еще тот идет, и тот, и тот, и тут. Этим нужно одно письмо написать, и другое. Так, значит, были моменты, когда этим, этой группе два письма, этой группе три письма. И, конечно, это все, ну, требовало много времени. Но, кстати, знаете, надо тут тоже, наверное, сделать такую оговорку, это приятные были хлопоты, нужно понимать, да, приятные хлопоты, хоть даже это весь день могло отобрать, потому что я видел, что этот курс продает. И это, и это очень круто. Когда вы понимаете, что вот есть какая-то цепочка ваших действий, и она в конечном счете, вы там, не знаете, какого-то человека, да, бах, оплата пришла. И вы смотрите, что это такое? Ага, 50 тысяч пришло от такого-то человека. Заходишь, смотришь, ага, вот он подписался на курс такого-то числа, и вот он смотрел, там, что-то письма приходили, раз, он все оплатил. Потому что, такое ощущение иногда, почему мне страшно было раньше что-то автоматизировать, мне кажется, что если у меня нет живого там внутри, то все, это теряет вот этот мой какой-то шарм, моих бесплатных продуктов. А нет, каждый день я открываю комментарии к курсу, путь репетитора, да, люди проходят, смотрят его, ну, в принципе, я даже могу показать, как он выглядит. Люди проходят его, смотрят, каждый день мне приходят комментарии, Юрий, вы там, не знаю, разорвали все мои шаблоны, я теперь мыслю абсолютно по-другому, спасибо вам, что вы есть и так далее, а я-то вообще еще там сегодня ничего такого не делал, да, ну, в жизни, а на самом деле человек посмотрел мое видео. И тогда я был очень зажигательный в своем видео. Вот этот курс, да, им вот так вот открывается всем участникам, то есть в письме, да, когда там пришло первое видео, посмотрите, они бах, сюда попадают, они смотрят само видео, здесь такая штучка, мы собираем телефоны с них, чтобы потом можно было еще позвонить, да, это такой, ну, в обмен на полезный материал и комментарии. Вот можете посмотреть, да, вчера вот кто-то оставил комментарий, Юрий, большое спасибо за цену, а, нет, это не вчера, вчера это в ветке, это и оставили, вот, а сам человек там 5 сентября оставил, Юрий, большое спасибо за цену информацию, буду думать, как пройдите групповые занятия онлайн. Спасибо большое, вдохновляете, сейчас будет деталь в продвижении, надеюсь, об этом расскажете далее. Да, я с ними общаюсь, я тут комментарии оставляю, вот там, под всеми комментариями, которые оставляют мне, там, спасибо, да, пожалуйста, вот, 94 комментария, да, на первом видео, и каждый участник, кстати, сейчас может посмотреть, то есть для него это такое социальное подтверждение того, что он не один тут смотрит этот курс, вон сколько комментариев от участников этого видеокурса, соответственно, он видит, что здесь очень много живых участников, и так вот происходит в каждом видео. Вот, соответственно, вот каждый участник движется по этой цепочке писем, он смотрит вот те видео о стандарте, которые уже записаны, и в принципе все сейчас процессы происходят без меня, то есть я просто вдруг вечером каким-нибудь, пятничным вечером сижу, отдыхаю, бах, у меня оплата 90 тысяч. Оказывается, кто-то воодушевился все-таки тем, что я рассказываю, увидел мою программу, понял, что хочет ее приобрести, хочет у меня учиться, и пока у него был акционный период времени, что следовало из писем, из того, что он был в определенной группе, видел определенные цены, он принял решение присоединиться ко мне. Понятно, что, ну, здесь много каких-то неидеальных вещей, что-то мы дорабатываем, там, но, тем не менее, вот то, что уже сейчас получилось сделать, это очень приятно. В этом курсе я его сделал чисто видеокурсом сразу, но когда-то, то есть первый раз, когда я это записывал, в конце июля, это было летом, я записывал его впервые и рассылал живым людям, которые впервые это проходили вот руками, все, смотрел на их реакцию, что они пишут, под это подстраивал второе видео и так далее. То есть первый раз живое конструирование видеокурса было, а потом-то все это уже записано, и это было в конце июля, я запустил сначала по своей базе исключительно этот видеокурс, запустил, на него записалось 1200, по-моему, участников, вот, и сделал хорошую продажу с этого курса, а потом я уже понял, что все, я могу, он продает, значит, на него нужно тиражировать, и я стал уже лить в этот курс трафик, то есть посетителей, холодных, абсолютно из таргетированной рекламы, и они вот с нуля проходят этот курс, зажигаются и покупают. Ну, вот, в принципе, так выглядит мой сейчас один из каналов, в которые попадают новые подписчики мои, новые участники моих курсов, и попадают, что мне нравится в такой системе, кстати, надо сказать, мне нравится, что этот курс, он самоокупаемый, то есть я полностью отбиваю маркетинговый бюджет, который я трачу на участников этого курса, это происходит без моего участия, вся эта история, и фактически я получаю такую машину, которая генерирует некоторый доход, даже, хотя достаточно даже, чтобы это окупало просто вложение в рекламу, на самом деле, потому что копится база, то есть в принципе курс путь репетитора на данный момент, начиная с июля, прошло уже около 10 тысяч человек, начиная, ну, с конца июля, да, то есть что это у нас, август, сентябрь, ну, октябрь, два с половиной месяца, на самом деле, три уже практически, вот, 10 тысяч, все, здорово, да, то есть у меня идет приток ледов, понятно, что я потом с этой базой работаю еще, даю новые продукты какие-то, никто же мне не мешает, как вы понимаете, не годовую программу предлагать, да, где у меня там лейнинг, не годовую программу предлагать, а отдельные какие-то элементы этой программы, которые у меня здесь есть, да, курс какой-нибудь, интенсив, вебинар, когда я их запускаю отдельно еще, они тоже покупают, вот, вот так выглядит мой механизм, если кратко.